Добрый вечер! С вами сегодня Перм.Лайф.ТВ и Клуб Вольных Путешественников. У нас в гостях сегодня Алена Рубанова, Максим Фёдоров и Дарья Попкова. И мы сегодня обсудим тему путешествия в Гоа. И сам вот этот феномен, что популярность путешествий в Гоа, что они стали очень популярными. И на ваш взгляд, почему так происходит, что поездки в Гоа стали для очень многих людей уже даже не экзотикой, а вполне как бы обыденным делом? Ну, потому что это все началось, мне кажется, в 60-е годы. Туда пошел поток туристов, хиппи, а сейчас там уже довольно-таки все изъезжено. Местные люди, они привыкли к туристам, ведут себя соответственно. Поэтому так и получается. Ну, возможно, что русским людям там очень много всего дозволено. То есть там свободный и дешевый алкоголь. Ну, не секрет, да, что и какие-то легкие наркотики, опиум дешевые. Может быть, большинство людей и за этим тоже едут. Ну, конечно же, за духовными какими-то открытиями, несомненно, Гоа это стало, наверное, такой модной тенденцией, как Турция когда-то в свое время. Поэтому не съездить в Гоа в наше время, это считается, наверное, уже таким дурным тоном, как мне кажется. Ну, по моему мнению, я считаю, что, во-первых, это первый пункт, это дешевизна алкоголя, еды. И я считаю, что можно найти спокойствие, умиротворение такое в Гоа. Все люди туда сейчас едут. И языкового барьера как такового сейчас там нет. Люди, ну, сами индусы очень хорошо знают русский язык. И мы спокойно... Вот у меня, например, проблема пока с английским языком. И я спокойно могла разговаривать на русском языке с ним. С ними там все очень спокойно и легко. То есть, Ваша цель, вот она как бы... То, что Гоа популярно, надо обязательно посетить. В плане как бы и духовном, и вот... В плане дешевых каких-то вещей. Или были еще какие-то причины, по которым надо было обязательно поехать? Гоа. Причины-то, конечно, были. Например, я вообще до этого мало путешествовала. И Гоа был моим первым открытием вообще в плане границы. Достаточно таким серьезным открытием. Это была незамываемая, да, поездка. Действительно, не сравнить ни с какими. Отличные эмоции. И главное, вот непонятно, что туда тянет. Вроде бы и море, и солнце, и пляжи, и все было здорово. Но есть что-то такое в Гоа, что туда манит, что туда тянет. Независимо от времени, года и от настроения. Есть там что-то, что... Ну, какая-то частица души там осталась, и хочется ее там оттуда забрать обратно. Ну, а я могу сказать, что меня оттуда тянет сейчас. То есть я по натуре, я люблю изведывать территорию. Там есть где-то в лесах, на велосипеде. И когда я туда попал, я не знал, что это такое. Ну, я, конечно, прочитал, что-то знал об этом много, но конкретно я там не был. И как раз попав туда, я смог разведывать пляжи, территорию самостоятельно. То есть мы взяли скутер, ездили, на нем проехали 200 километров. Очень понравилось. Как раз получилось то, что я хотел. Поэтому туда и тянет еще раз разведать уже южную побережь. Ну, у меня было это совсем первое путешествие за границу нынче, и я полностью довольна. Мне сказали, если мне понравилась на Гоа, то вполне я буду на других... Очень мне на остальных курортах понравится. Но я считаю, что ездить на Гоа – это не отдых не для комфорта, а не для людей, которые любят комфорт, а для людей, которые любят свободу, свободу выбора. И им интересно вот именно не само однотипные экскурсии, а все самому разведывать, ездить везде. Не надо не брать у гидов экскурсии, нужно самому все делать, считаю. Вот сейчас стало модным такое направление, особенно на Гоа, как называется, дауншифтинг. Это когда люди, они целенаправленно отказываются от материальных благ, от продвижения по карьерной лестнице. Вот Вы наблюдали таких вот людей, которые действительно занимаются дауншифтингом, которые отказаются от материальных благ и которые живут как бы ради себя, ради своего развития. Действительно ли как бы это развито там? Там часто можно встретить ребят, ну видно, что они славянского происхождения, они одеты довольно, некоторые просто, некоторые очень интересно, свободно себя там чувствуют. Видно, что они там живут, ну там, несколько месяцев. И в принципе видно, что им хорошо. Вот это самое главное. Хочется быть на них похожим в этот момент. Я познакомилась с двумя русскими молодыми людьми, которыми там работают. И вот он один инженер, он имеет высшее образование, у него квартира в Москве, и он от всего отказался и решил жить там. Он считает, что здесь, ну, свободно, спокойно. Меня, говорит, никто никакие в рамки не загоняет. Я не встаю, я, говорит, встаю вот в 7 утра рано утром, но я, говорит, стою с таким, ну, таким лёгким. Лёгкое утро у него такое, то, что он спокойно стоит, говорит, а там в Москве, говорит, я не мог так себя это почувствовать. И он уже живёт полгода там, говорит, я ещё планирую остаться и продлить визу. И я на него смотрю, он мне говорит, оставайся. Я говорю, ну я подумаю над твоим предложением. То есть человек, он почувствовал себя счастливым, да? Да, он здесь себя почувствовал счастливым. И он имеет инженерскую специальность, он серьёзный человек, но здесь он чувствует себя вообще спокойно и легко так. Я очень ему позавидовала. На самом деле, мне кажется, приехав в Гоа, невозможно не встать на какое-то время дауншифтером. Но это просто невозможно. Любой человек, просыпаясь утром в Перми, он мечтает о том, чтобы уехать на эту Гоа и вообще не мечтать никогда о своей работе. То есть это априори так, потому что там очень здорово, там очень хорошо, очень классно. Мы очень видели много взрослых людей, европейцев. Русских, правда, мало, по-моему, но вот европейцы. Они, да, действительно, это взрослые люди, которые не обращают никакого внимания ни на что. Они занимаются йогой, они действительно этим занимаются серьёзно. Они встречают все фулмуны, то есть они там действительно наслаждаются жизнью. И это здорово видеть, когда уже взрослые люди готовы отказаться от своей серьёзной жизни в пользу такого душевного комфорта. Они ищут себя, они в каком-то степени познают себя. Даже собаки наслаждаются жизнью. То есть у них не происходит там деградации, они продолжают развиваться в духовную сторону. Получив какую-то карьеру, получив какие-то навыки жизни, возможно, уже вырасти взрослых детей и уже достаточно много получив опыта, да, вот такого жизненного, они просто уже уходят в себя, уходят в любимого человека, да, какими бы они там старичками не были. Но это смотреть на самом деле очень мило и необычно. И мы восхищались этими людьми, которые в 70 лет встают в такие позы йоги, которые мы смотрели с широко открытыми ртами. Ничего себе. Вот вы приехали на Гоа, как бы необычная все-таки страна, там много разного. Какие-то вот были бытовые трудности, трудности там в общении с людьми, там? Было ли что-то, что вызвало какой-то дискомфорт? Ну, мне немножко не нравится то, что вот они рано утром прям прибираются в номерах. И вот нужно вставать пораньше и уходить с номеров, чтобы это... Еще насчет чаевых я хочу сказать, что очень принято оставлять чаевых. Меньше 10 рупий они не берут. Мы проверяли. Почему-то нам стало интересно. Мы сначала положили, они не берут меньше 10 рупий. Мы положили еще раз, они нам обратно оставили. И потом мы положили 10 рупий, они хорошо все взяли. И, ну, как бы не зависит от того, как они прибрали лучше, хуже, не стало это. Но факт в том, что чаевые здесь принято отдавать. В кафе, ну, в любом месте где-то общаешься с индусами. Даже такси, если вы договариваетесь заранее, ну, все равно должны оставить такси. Я хочу сказать, что первый день мы ходили пешком, ну, по нашему вагатору, да? Было очень жарко. Это водопад, океан молока по-русски переводится. Было очень жарко, там было очень узкие улочки. Наверное, 60 метров у него. Узкие улочки не спадают. Вот эта вот обезьянка, вот у нее видно, что у нее вот тут все набрано в арту. Они едят орехи кешью. Это аппарат, который делает местный самогон фейню из орехов кешью. Очень крепкая штучка, я попробовала. Этот цветок называется хвост попуга. Обязательно его делают на свадьбу. Невесте дарит цветок. Ну, это собор находится в Старом Га. Ну, просто такой спокойный храм. Там даже проходят, еще свадьбы рассказывают. Это вот внутри этого собора. Тоже вот тут находится. Это все внутри собора? Да, да. А это в каком городе? Это где? Это Старога, это Олга называется. Там я бы. Здорово. Это собор Святой Екатерины называется. Се-собор. Ну, на их названии называется. Очень красиво. Он белый. Он очень высокий. Его постоянно реставрируют. Это тоже вот все внутри собора находится. То есть вы такие любители больше любили? Нет. Я была, но я считала, что храмы нужно обязательно посетить тоже. Потому что побывать в Индии, посетить некие храмы, это тоже странно. Это вот вечно растущий крест. Он из какого-то дерева, и биологи еще не могут убедить какое-то дерево. Его каждый год подрезают. Это мы были на форте Чапори сверху и наблюдали за всеми пляжами Северного Агаа. Мы там жили. Там некоторые не видно все эти пляжи. Но нам очень понравилась экскурсия. Мы вот с ребятами. Вот видно, как волны тут бегут. Нам очень понравилось. Мы вообще в восторге были. Мы туда два раза ездили. А вы знаете, что туда нельзя девушкам одни выходить? Как раз таки вот это очень важный такой момент. Ну мы ходили с русскими молодыми людьми, так что все хорошо. Это дерево Баньян. Здесь люди хиппи. И вообще люди, которые любят спокойствие, сидят часами, ночами. Они вот прям залазят на эти дерева и прям сидят там, медитируют. Ну, закат стандартный, который все, наверное, фотографируют. Кстати, если сказать... Ну, сейчас будет следующая фотография. Тачдаун только мы видели один раз. И очень сейчас редкое это явление в Агаа. Потому что... Это вот крокодил. Крокодил? Да. Да, живой крокодил. Мы ездили на фотоохоту, называемую крокодилов. И наблюдали четырех крокодилов. Да, они дикие. Здорово. Это пляж Южного Гаа, Палалем. Это вот я была в клубе. Современный клуб считается, ЛПК называется. И фигура сделана из глины, и трава вот там растет. И весь клуб сделан из глины. Популярны очень татуировки из ханы. И очень полезны. Мы несколько штучек себе накололи везде. Ну, это не страшно. Делают. Это аппарат делают такой охлаждающий напиток из тростника, сахарного тростника. Лайма. Ну, еще там добавляют всякие специи по вкусу. Да, я попробовала. Он безалкогольный. Вам понравился? Ну, он слишком для меня сладкий. А так очень хорошо прям охлаждает, утоляет жажду. Тут интересно, у них коровы. Нам рассказывали про у них животных, что они все вот горбатые или с длинными рогами. Как правило, их много... Ну, нету хозяина у коров. Они самостоятельно ходят. Это семья хипитипичная была на кадр сейчас. У них даже вот ребенок уже похож. Вот это уже собственность до Гуа. Да, здесь мы ездили в столицу Гуа, это город Панджи. Ездили на автобусе, было достаточно экстремальным. Близ вот этой церкви лежит просто местный человек. Это местный человек, который, да, может легко лежать на улице, спать на этой же дороге. То есть ему ничего не мешает. Он устал, отдохнул. Кто-то там читает газету. То есть это вполне нормально Гуа. Сансет. Сансет, один из последних наших сансетов, такой запоминающийся. То есть сансет это примерно 5-6 часов вечера, когда люди просто выходят на пляж, начинают танцевать, петь песни. А в каком... Развлекают. Это, по-моему, пляж Арамболь. То есть один из известных пляжей. Да, мне очень очень понравился. И несколько раз это специально ради этого ездил. Водопад. Известный водопад Дуцагар. То есть, чтобы на него попасть, нужно проехать практически все Гуа поперек. Желательно с утра, либо к 3-м часам. Ездили мы на такси. То есть наняли, даже не такси, наняли буквально какого-то... Это самая северная точка Керима, куда мы ехали. Да. Это обычная дружеская дружба двух индусов. То есть это не какие-то геи, не гомосексуалисты. Это нормально. Хотя это тоже для них присутствует, нам сказали. Да? Мы общались, да, с индусами. Очень много соков вкусных. Форчи-ча-фори. Да, очень дешево. Это джус-центр, да. Буквально все. После этого пельмские соки вообще не лезут. Какие самые больше всего понравились соки? Манго. Арбузные мне нравятся. Лимоны, кстати, очень странно, что и лайм даже. Легко. Вот это самая популярная обувь там называется Крокс. В них можно и по горе, и в воду, и просто ходить. И ноги не натирает, самое что главное. Полная защита. А вот это, кстати, местный дауншифтер, один из... У него есть четыре собачки, и он все время бегал по пляжу с палочкой, ну, с утра. У него была широкая улыбка, у него был отличный торс. Очень шикарный мужчина, по-моему. Это мечта наша. Следующая, хочется полетать на параплане. Там вот, в принципе, доступно. Поднимаешься на гору, договариваешься и летишь. Это тоже Баньян-3. Там была такая, как сказать, атмосфера релакса, где все дружно передавали друг другу по кругу трубку мира. И вот, молодой человек играл на таком инструменте. Я правда не знаю, как он называется, но... Коски везде даже, на дереве. Собаки, кошек нет. Очень мало кошек, только вот такие... Ну, кошек они не признают. Собаки, кстати, говорят, ночью становятся очень агрессивными, они охраняют пляжи, поэтому туда ночью не советуют ходить. Местный попрошаек очень много. Это, кстати, один из попрошаек. Он тоже участвует в фулмун-патии. Вроде как танцуют со всеми, но в то же время просят деньги. А днем собаки не проявляли агрессию? Нет, днем не вообще. Нет, они ходят просто так. Они даже могут на скутер залезть с вами. А у нас еще нам историю рассказывали. Вот на пляже, когда лежали мы под лежаками, и собаки. Вот если они лежат под лежаками, они, значит, охраняют тебя. И они целый день будут лежать, если ты на пляже находишься. Очень много пляжей. Это правда. Мы, да, катались на слонах. Вообще, очень здорово, очень интересно. Они лысые со здания, с редкими волосами. Это было очень классно. Коровы мешают движению, по-моему, но их никто не воспринимает как какую-то помеху. Все их спокойно объезжают. То есть такое. А это такие узкие дороги там. Но, несмотря на это, очень мало аварий. Видимо, какой-то бог там Винди бережется. У них много богов, они все берегут. Да, это джуис-центр, там, где очень известно тусовочное место, где все пьют сок. И вот здесь оставляют туристы, видимо, на чай. Или как это? Да? На чай? Да. С этими людьми вам придется пообщаться. В любом случае. Они очень учительные, расскажут вам о своей жизни, попросят подарки. Ну и сами чем-то вас ударят. Главное, не стесняться, не бояться идти на контакт, то есть общаться с ними. Они легко понимают русский язык, можно с ним на английском. Этой девушке 14 лет. И она хочет умереть, к сожалению, потому что у нее очень сильно болит живот, и она работает чуть ли не с детства. Это мы узнали у нее. Это один из пляжей Ваготора, коровки, спасатели, все как на приличных пляжах, только немножко необычно. Собственно говоря, даже если вам очки не нужны, вы все равно купите. Да, спокойно просто относиться к таким людям, и они дальше уже... Вот на таком транспортном посредстве мы колесили, собственно. Сколько это стоило? Это стоило примерно 1200 рублей за 8 дней. А катание на слонах – это дорогое удовольствие? 600 рублей стоит. Ну, то есть это 300 рублей. Ну, сейчас немножко подорожествуем. Вот такой вопрос. Какие вот практические советы вы хотели бы дать путешественникам, которые тоже могут поедать нога? Я считаю, что, во-первых, не нужно сидеть в отеле, как в Турции, да? Нужно обязательно взять скутер, там, тук-тук, все что угодно, и начинать ездить. Потому что каждый пляж – это открытие. То есть это кайф, это ветер, там, драйв, все что угодно, знакомства разные. Люди идут, а так там легко. Ну, плюс брать с собой, там, лекарства обязательно, там, все-таки антисанитария. Но прививки вы не делали? Прививки, там, говорят, не надо делать. Надо брать с собой жидкость для того, чтобы помыть руки хоть где. Антисептик. Антисептик, да. Обязательно. Но если вы ездите на байке, то аптечку, как сказал Максим, да, ее нужно взять и нужно всегда держать при себе. И лучше не попадать ни в какие аварии, потому что возможно, что индусы, как люди, которые хотят очень сильно на вас заработать, возможно, на вас очень хорошо заработают, если вы попадете в аварию, сделают из вас большие деньги. То есть старайтесь соблюдать хоть какие-то правила движения, если это возможно. Будьте очень аккуратными на дороге. Ну, та же самая история может произойти, если вас поймают, если вы где-то что-то курите, к примеру, да. То есть полиция может подойти и... Ладно, если же с собой обделать штрафом. Там, говорят, есть специальные тюрьмы, где сидят туристы. Как раз вот за такие дела. Но в то же время это... Спокойно можно себе приобрести. Кажется, что это довольно-таки спокойно. Да. Спокойно, да, приобрести. Но, тем не менее, закон слов. Да, если захотят, то они смогут применить к вам какую-то силу. Но там все спокойно, доброжелательно, по-моему, таки. То есть бояться не надо. Алена, а вы какие-то... Ну, я согласна полностью. Но еще я скажу то, что после заката нельзя купаться. Не советуют не только потому, что темно и это. Там просто ядовитые змеи могут проходить. И нам сказали, нельзя купаться. И мы не купались. Ну, в общем, после, когда солнце садится, очень темно. И там ничего не видно. Я считаю, что нечего делать на пляже. Открывается куча ночных заведений, которые можно посетить. Причем, ну, все спокойно и дружелюбно довольно-таки. Индусы, они вообще такие добрые люди. Если им вот скажешь нет, они не будут тебе больше так прям сильно навязывать. Ну, это смотря где. Смотря где. Например, если вы поедете в ночной фли-маркет в Анджуне, то от вас так просто никто и не отделается. Ну, не знаю. Мы ездили, все хорошо, все как-то. Мне очень понравилось. Еще один из советов как раз, вот то, что в защиту индусов и в нашу русскую защиту, что нужно торговаться. Да, минимум в два раза скидывать цену, это минимум. Не стесняйтесь. В три раза скидывать. Это очень здорово. Это общение, это знакомство, непосредственно живое общение с индусами. То есть, не стесняйтесь скидывать цену, но в то же время понимаете, что они на этом тоже зарабатывают деньги. То есть, не обижайте их. Они очень, ну, они могут обидеться на самом деле и вообще с вами не разговаривать, если вы предложите слишком маленькую сумму, там, в 5 раз меньше. У нас такого не было. Напротив, мы еще специально делали, так как будто бы мы уходим. Они нас догоняют, нет, все, все, бери. И мы уходим, им убрали. Нам не очень понравилось, что они вот такие вот. Они скидывали в три раза нам цену, вот особенно на ночном рынке. Нам очень понравилось. Прям мы жалели, что мы много чего накупили. Еще могу сказать про покупки сразу скажу. Кашемир, натуральный кашемир, там не увидите. Можно даже его не искать, потому что там куча подделки. Это раньше, может, лет 50 назад еще можно было найти, сейчас его нет. Их лавочек это много, но такого нет. Золото, бижутерия в море. Золото у них, оно другого цвета, а то золото. Но у нас его полируют, поэтому оно менее желтое, а там оно такое прямо желтое золотое. Но оно настоящее. Но там дешевое серебро, и я советую, если кто любит серебро, то там покупать обязательно. Что оно хорошее, там качественное, получше, чем, мне кажется, в России. Главное в этом разбираться, а не купить железо. Ну да, надо в этом разбираться. Ну, там проба все стоит, даже проба такая же, как наша русская. Видимо, у меня был неудачный случай, потому что я купила за очень много денег, купила серебряный браслет, который в итоге стал у меня просто зеленым в Перми. Не знаю, у меня подружка купила серебро, она носит, и все хорошо. Но мы познакомились с хорошим ювелиром, может быть, из-за этого он нам не продал подделку. Я бы еще советовал за покупками ездить в крупные города, потому что все, что находится в каких-то поселках, ну, типа Вагатора, Бага, Калагута, там, как правило, свозят все дешево и продают дорого. А в центрах каких-то там Мапуса, Панжи, там есть хорошие магазины фирменные, и там действительно хорошие цены, и там не обманывают. То есть чеки, все натуральное. А индусов можно в каком-то смысле, как торговцев сравнить с рабами, которые прямо вот пытаются, когда заходишь в магазин, пытаются навязывать свой товар? Да, конечно, можно сравнить. Но при том, что арабы, если не могут оскорбить в ответ, если ты не возьмешь ничего, индусы же это делать не будут. Ну, вот я был, когда в Египте оскорблений не было, но вот просто пройти как бы мимо рынка, это очень сложно, и ничего не купить. Ну, там вот даже мимо лавочки ты не можешь пройти спокойно, чтобы тебя не задели. Посмотри мой магазин, посмотри, что у меня есть. Причем русский язык до такой степени на высоком уровне, что даже унивляешься, думаешь, неужели русские? Потом оглядываешься, вроде нет индусы. Еще я хотела бы добавить, что индусам очень нравится, ну, вернее, они заинтересованы всяких русских сувенирах, русских мелочах. И вот у нас был такой пример, что мне на рынке продавали ваниль за заколочку для волос кити. То есть можно с собой брать какие-то русские, буквально дешевые сувенирчики. Это очень привлекает индусов. И это же опять же... Особенно кошки, да? Видимо, что у них мало кошек. Да, это общение, это... Обмен. Обмен, да. Это очень здорово на самом деле. И вы можете действительно купить какие-то стоящие товары, которые вам необходимы за копейку, которые у нас в России ничего не стоят. Это тот же шоколад Аленка. Да, мы шоколад тоже привозили, и они были очень счастливы. Потому что у них шоколад, он, как правило, ну какой-то он другой, он невкусный. Там сникерсы, ну все. Ну вот только это, вот это, но это все уже как бы европейское, мне кажется, такое. А вот сами местные сладости у них не на высоком уровне. Там вот сладости, это вот у них получаются соки и фрукты, я считаю, только. Ну и пряности еще. Ну да. Так вот сладости у них плохо как-то. И они шоколаду российскому, они были очень рады. Прям вообще счастливы. Говорят, вот там очень острая еда. То есть ее невозможно как бы есть, что специи очень такие прям жгучие. Как вот, вы почувствовали это? О, да. Я нет. Я это на себе очень хорошо почувствовала, когда у меня в Гоа было жуткое недоедание. Я всегда хотела есть, постоянно я хотела есть. И в один из вечеров, когда у меня желудок сказал мне, все, давай пойдем кушать, буквально зашли в ближайшее, я даже не помню, где это было, в кафе или в шек. И заказав суп без спайси, без всего обычный суп с грибами, я получила такой взрыв во рту, что я, мне кажется, вообще, я чуть с ума не шла. У меня был вулкан внутри. Но это было первый единственный раз. И потом мы питались только рисом, хлебом и курицей. Ну еще масало, чай пили. Ну вот такие, вы не любите, видимо, острое. А мне, наоборот, нравится острое, я спокойно относилась к этому. И, в принципе, то, что они видят, что мы русские, и мы не любим слишком острое, они не делают. У них даже мне, я поразилась, когда я увидела, что куча, ну все меню на русском языке, я ни в одном шейке не видела, чтобы мне принесли чисто английское меню. У меня было все, русское везде меню. Они видят на внешность и спокойно, прям вообще. И насчет кафе, я вообще была просто, ну мне удовлетворена полностью, мне все понравилось. Хорошие официанты, хорошее обслуживание. Говорят, что они медленные люди, медленно обслуживают. Это неправда. Они приносят сразу заказ, как сделать, и все свежее. Я считаю, что это тот самый главный. Ну, мне понравилось. А какие блюда вот наибольшее впечатление оставили? Что вот больше всего, как бы, за палом душу? Курица тандури мне очень понравилась, израильская талия. Потом еще, что мне понравилось. Ну, вообще всякие различные морепродукты с различными соусами у них. Также кингфиш мне понравилось. Ну, я много всего попробовала и нигде не разочаровалась. Очень все понравилось. Ну, хочется соки отметить. То есть соки, они настолько густые, что вот в России, например, там яблочный сок, это, ну, жидкость. А там яблочный сок, в нем ложка стоит. То есть банановый, там вообще. Я вот тоже случай вспомнил, как бы, из Египта, что вот они, рабы, специально делали, когда заходишь в ресторан, тебе пишут, что еда бесплатная. И начинаешь ее есть, и понимаешь, что она очень острая, ты начинаешь говорить, дайте мне, принесите мне воды или чай. И все это стоит денег, да? Они стоят все это денег, и стоят где-то раз в 10 больше, чем как бы в обычном месте. Вот, что касается сувениров и какой-то другой продукции, что бы вы посоветовали купить? Ну, я привез оттуда продукцию фирмы Гималая. То есть она полностью из натуральных веществ стоит. Вот, целый год я чистил зубы там, мазал губы, что-то не делал. Только сейчас она закончилась. Вот, что еще? Она по цене как бы была. О, дешевая цена. Угу, дешевая цена. По цене с Россией, да. Ну, а по цене в Индии она как бы может быть хороших денег стоит. Ну, она оправдывает, наверное, мне кажется. Ну, да. Я тоже привезла ее. Единственное, что шампунь, может быть, не всем подойдет, потому что он натуральный. Надо пробовать. Ну, как съесть в Гуане и не привезти Old Monk? Даже если я не пью, я все равно его привезу. Это очень вкусный напиток и это достопримечательность Гуа, без которого оттуда не... Что за напиток-то? Это местный ром. Да, очень сладенький. Его даже, по-моему... Стоит, кстати, 70 рублей за 0,5. В пластиковой бутылке. В пластиковую везти, да? Да. Ну, 135 рупий вот сейчас стоило. Даже деньги дороже. Ну, на 70, да, 100 рублей. Вот. Ну, мне тоже понравилось. Еще я привезла сюда портвей номер 7. Очень хорошее вино, напоминает краснодарское домашнее вино. Очень прям приятно. Конечно, специи. Как можно приехать и не привезти специи? Насчет чая могу сказать, что сейчас, как правило, чая там хорошего нет. Даже сами индусы об этом говорят. И, ну, они продают его, но он не очень хороший, говорят так все. Поэтому я не советую. Я советую вот специи, вот тоже косметику Гималайи можно привезти. Ну, различные, кто любит бижутерию, там очень много бижутерии различной. Я, кстати, привез еще такую важную штуку, как запах в чемодане. Что это? Это когда открываешь через полгода своего чемодана, а оттуда пахнет Индией. Да, пахнет Индией. Да, то есть вот эти все, казалось бы, ну, зловоние, они пахнут по-другому. Они как бы, ну, у тебя открывается обонятельная память, все вспоминаешь. Да, Максим очень правильно сказал про запахи, потому что Индия пропитана этими запахами. Ну, на второй день это не замечаешь. Не знаю, это очень замечаешь, это замечаешь везде. И когда даже жгут мусор на улицах, это кажется уже не зловонным запахом, а действительно очень таким приятным и даже трогательным запахом где-то. Сколько, как пахнут коровы, как пахнут специи, как пахнут, даже, не знаю, даже песок. Это все достаточно такие интимные и такие эмоции, которые именно связывают с Индией. Запах — это Индия. Мне кажется, одна из очень важных составляющих. Особенно, когда выходишь из самолета первый раз, и на тебя это все обрушилось. Тлеющий такой запах, очень спертый воздух, очень душно, но в то же время ты понимаешь, что да, я в Гуа, и теперь я здесь. Ну, там вот хоть жарко, но вот не чувствуется такого прям запара, такой, как вот здесь у нас в России. Потому что там, наверное, как-то все спокойно, и транспорт там. Хоть вот все так по-разному ездит, непонятно, как кто двигается, но мне так этого не хватает. И каждый раз, кто с тобой оздоровается, привет, привет, там, русская девушка, и мне прям этого не хватает, и я вот всего-то в шуме, гаму, суеты. Это тебе местные говорили русской девушке? Да, они говорят русская девушка, но они всех называют Наташами. Ну, я уж привыкла, я согласилась стать Наташей, так и быть, но мне очень понравилось все равно. Они очень хорошо знают русский язык, и мы познакомились еще с одним молодым человеком, ну, прям индус, и он женился на русской девушке Наташи. И у него каждый год по ребенку, у него уже пять детей. И он на русском просто знает все фразы, все молодежный сленг, весь все знает. Хотя в России ни разу не был. А по поводу транспорта он сколько стоит? Дорогой транспорт? Автобус, дешевый транспорт, я считаю, вообще. Вот мы ездили на... Десять рупий. Мы ездили на обычном автобусе до, там, города, Панжи, ну, там, примерно полчаса с местными людьми. Он стоит примерно 10-20, там, 40 рупий, смотря куда едешь. Вот. Десять рупий – это 6 рублей. Ну, примерно так, то есть, недорого. Скутер. Мы брали скутер на 8 дней, он вышел примерно 1200 рублей. Причем один раз заправили бак, там, 4 литра или 5. Там еще половина даже осталась. Причем, что мы, я уже сказал, сколько мы скатали километров. С точки зрения передвижения, если не бояться, очень доступно. Это, как раз, и подкупает. То есть, вы не привязываетесь к каким-то, там, операторам, к такси, к дорогим, там, еще к чему-то. Ну, такси тоже недорогое. Тук-туки 50 рупий по городу стоят. А перелет сколько сам? Перелет недорогой, в том плане, что это было все через туроператор, это был чаптерный рейс. Поэтому, это было не так дорого, как лететь, если заказывать путевку через сайты отдельно. Наверное, еще можно посоветовать, что заранее заказывать билеты, заранее покупать, бронировать. Возможно, ранее бронирование нужно, потому что вам все-таки придется делать визу в ГУА. Она занимает порядка 70 дней. То есть, заранее в любом случае получится покупать. Но все зависит от сезона, когда вы планируете туда поехать. То есть, по-моему, сезон там начинается с декабря. Мы как раз ездили в начале сезона, и там еще не все было доступно для путешественников. То есть, с декабря по март, наверное, сезон стоит туда ехать. А в остальное время там дождь. Дожди идут, да. А с визой проблем не было? Нет, с визой там спокойно дают сейчас, нормально. Ну, вот я нынче ездила, ее сделали за две недели. Там могут единственное, что не дать, если ты что-то неправильно оформил, к примеру. И сколько вот всего у вас обошлось поиска? Ну, у меня... Какую сумму стоит рассчитывать? Ну, у меня 40 тысяч. На одно? Да. Ну, где-то так же. Если взять все траты, где-то так же и уходим. Ну, на самом деле... Это, в принципе, немного, я считаю. Это немного, да. Я помню, что в последний день у нас оставалось 100 долларов, и мы очень так судорожно думали, господи, куда же их потратить? Куда же их потратить? Мы напились большого количества соков, и нас уже просто буквально тошнило от этого. Все деньги оставались. Но мы думали, куда деть эти деньги, куда их деть? В общем-то, очень экономичная путевка, на самом деле, и поездка. Недорого. Да. На этом мы заканчиваем наш эфир. Я также хочу позвать всех в нашу группу ВКонтакте, называется Клуб Вольных Путешественников. А также напомнить, что 15 марта, уже в эту пятницу, у нас будет мероприятие, тревел-встреча, на которой Александр Люкшин и Иван Тарасенков расскажут о своем путешествии в Южную Америку. А конкретно тема будет Боливия, как другой мир или подземное царство. Также 20 декабря будет показ фильма «Барака». Очень интересно, и всех вас зовем. Спасибо за внимание. Спасибо, что позвали нас. Спасибо. Спасибо.